Добрый день, дорогие мои подписчики! Зовут меня Валентина, и сегодня речь пойдет о муравьях. Я проштудировала весь интернет, посмотрела много роликов, сделали с мужем много экспериментов. Вообще не перечесть, сколько мы переделали этих способов, и вы знаете, ничего не помогает. Сегодня мы с мужем будем вести борьбу с муравьями. Полностью одолели наш огород, тля пошла с этих муравьев. Будем избавляться разными способами, которые в интернете мы начитали. Что из них будет хорошо действовать, мы вам покажем. Берем 2 литра воды, берем бутылек йода, и выливаем в этих 2 литра воды. И будем сейчас поливать прямо на эти норочки. Вот, их еще здесь много, вот они, они еще не погибли. Правда, говорят, что они залегают на несколько метров. Вот они. Видите, полчища целая разрыва. Итак, прошли сутки, смотрим результат нашего полива йодом. Ничего, как бегали, вот они, так и бегают. Норки новые поделали, вот они. Результат нулевой. Эксперимент не удался. Так, делаем второй способ, который я нашла в интернете. Говорят, что это помогает. Берем пшено, стакан. Заливаем не кипятком, а такой теплой водой. И оставляем на полчаса, ну, где-то минут сорок. Так, наша каша разбухла, как видите. Мы ее делим пополам. Крышечку сюда. Половинку этой каши сюда. Крышечку кладем. Вот так вот мы ее поделили. Берем соду, обычную соду. Посыпаем пшено содой, хорошенько. Перемешаем. В эту часть мы кладем сахарной пудрой. Перемешаем. В одну часть покладем с содой. Так посыпем. Вот они зашевелились. А эту половинку я покладу с сахаром. Я раскладала. По всей грядке. Вот с содой и сахаром. Ну, посмотрим. Где. Где они. Прошли двое суток. У нас не было здесь на даче. Смотрим. Вот оно пшено. Вот они как ползали, так и ползают. Вот они. Ходы себе опять новые. Убрали пшено, где ходы эти были. Убрали пшено и спокойно себе они путешествуют. Еще один метод применять будем. Это сухую горчицу. Вот они ходы эти муравьев. Сыпем, не жалея горчицы. Прямо в норочку именно сыпем. Вот так. Ну, сейчас пройду. Вот. Горчица тоже не помогла. Вот они новые ходы сделали и ползают по ходам новым. Так что все это методы. Это все не проходят. Следующий у нас способ это кипятком. Вот он муж облил кипятком место. Вот они, как видите, как ползали, так и ползают. Некоторые, наверное, погибли, когда кипяток первый попался. А в норке, вот они, как видите, так и ползают. Продолжают ползать. Тоже метод не прокатил. Кипяток нам не помог. Делаем следующий способ. Берем борную кислоту. Сыпем. О, зашевелились. Больше зашевелились. Вот мы их посыпаем хорошенько. О, они прямо в норке. Да, действительно, зашевелились. Вот, смотрите, какие полчища целые. Такая сила у этих муравьев, что съедают такого червя большого. Поведем еще один эксперимент. Берем тарелочку. Вот они ползают здесь. Берем масло растительное. Как в интернете обещают и показывают, что их полчища целая приходит на это масло, на запах. Так, льем масло. Этого достаточно. Делаем им сюда, чтобы они бегали. Вот уже один муравей прибежал. Так, и посмотрим, что у нас с этого получится. Делаем выводы. Пшено с содой, с сахарной пудрой. Ничего нам не дало никаких результатов положительных. Масло подсолнечное. Как видите, масло стоит. Но единственное, что они, масло это отпугнуло их, и они ушли в другое место. Вот. Пшено лежит. Масло отпугнуло. Смотрим здесь результат варенья. Вот он у нас варенье. И вот они как ползали, так и ползают. Вот они. Значит, варенье не действует. Уже новые входы уже сделали. И вот я зашла на один сайт, где мне очень понравился один рецепт. Вот сегодня попробуем, и я потом скажу, действует он или нет. Если уже и этот метод не действует, мы уже не знаем к чему. Тогда мы прибегнем вот к этому аппарату, муравьин. Но не хочется, конечно, на участке, на своем, приспосабливать эту химию, как и многие другие. Поэтому мы сегодня будем делать, как нам сказал автор, очень эффективный способ. И мы его будем сегодня испробовать. Что мы делаем? Я даже взяла воду, которая освещенная, крещенская вода. Думаю, может быть, лучше будет. Короче, берем две столовые ложки воды. Одну ложку сахара. Одну ложку варенья. Любого варенья, там сказано. Любого варенья. Одну ложку варенья. И пачечку, ну, у меня пачка 10 грамм борной кислоты. Это многовато, конечно, для этого раствора. Я считаю, он сказал, там, одну треть от пачки. У него пачка была 20 грамм. Значит, я вот эту вот пачку полностью не буду, половинку. Добавляем борной кислоты. Все тщательно перемешиваем. Но посмотрим через сутки, что у нас будет. Поставим такое место, где сплоченность большая. Даже можно в два места расположить. Поставили мы блюдце. Вот оно, с кушанием. Вот наши муравьишки, ход их. Вот они и работают, бегают. Вот через день мы приедем на дачу, посмотрим. Смотрим результат. Нас не было двое суток здесь. Посмотрим, что у нас здесь случилось. Так, экземпляры бегают. Но тут все высохло. Варенье стоит, бегают. Но главное нам, чтобы они накормили матку. Вот. Вот. Глубь. Ну, вроде бы, не видать. Ну, это самый более-менее эффективный метод. Посмотрим дальше, что будет. Если не переберутся в другое место. Продолжение следует. Продолжение следует...